Итак, первая причина скандала, почему? Приходите домой, видите близкого человека и не хотите на него смотреть. Почему? А потому что вы не наполнены оба, вы истощились. Вот смотрите, у человека есть переключатель такой. Есть желание жить, есть желание умереть. Когда человек живет одними заботами, дом, семья, работа, это переключатель у него на истощение работает. Он тратит силы, тратит энергию. Это называется заботой. То есть он заботится, заботится, тратит энергию. Ну а где брать-то энергию? И мы уверены, что энергию мне давать должен близкий человек. Вот я с ним ложусь, встаю, обнимаю его и должно пойти энергия. Мы так думаем. Пришла, обняла, что-то нет энергии. Почему нет энергии? А потому что у вас замкнутое пространство. Вокруг никого нет, понимаете? Вы замкнуты друг на друге. Он истощается, вы истощаетесь. Результат – два истощенных человека рядом. Какие? Несчастные. Почему? А потому что ничего нету. Что делать? Переключить храник, переключить сознание, заставить себя идти на природу, заставить пригласить друзей, заставить себя идти в храм. Потому что если человек не заставит, он будет дальше израсходоваться и всё. Потому что у нас, естественно, психика настроена на расходование. Чтобы выйти на улицу, погулять в парке, у нас времени нет, у вас нет правильного понимания. Вот если, допустим, вы влюбились, у вас будет время на свидание или нет? Побежите по-любому. Ущерб еды, сна, да? А на парк нет времени. Почему? Потому что человеку трудно переключиться. Но если у него есть знания, он понимает, вот мы начали ругаться, значит, не хватает природы. Надо валить парк вдвоём. Всё бросили, пошли. Всё, уже легче жить. Или, допустим, понимаете, что когда друзья приходят домой, они наполняют. Вот вы поругались, допустим, но назначили встречу с друзьями. Они пришли к вам. Кто из вас, вот вы вспомните, у вас так было в жизни. Они пришли, вы заботились о них, что-то им делали, они радовались вам, и шёл обмен. Потом дальше они уходят, и вы уже улыбаетесь друг к другу. Ваша ссора позади, потому что вы наполненные стали. Так? Или, допустим, ребёнок принёс двойку, вы хотели его поругать, а у вас день рождения. Все пришли, все радуются, и вы думаете, да ладно, Бог с ним. Всё нормально. Причём, потому что вы наполненные стали. Как дерево любви, оказывается, есть такое. Набирает сок. Когда оно набирает сок? Когда мы приглашаем друзей, заботимся о других. Отвлекаемся от своего семейного эгоизма. Отвлекаемся, понимаете? Семейный эгоизм – это такое вот ощущение, что мой близкий человек, моя семья, мой дом сделает меня счастливым. Это называется семейный эгоизм. Люди замыкаются друг на друге. Вот, допустим, замуж вышла, были подружки, отвалились. Перестала общаться с мамой и папой. Почему? Потому что друг на друге сосредоточились. Это называется семейный эгоизм. Люди верят, что счастье будет только внутри вот этого маленького замкнутого круга. И этот маленький замкнутый круг – это же не бесконечная энергия. Там всё истощается, истощается. И наступает момент, когда… Так? Уже идти. Я не могу на тебя смотреть. Ну, иди посмотри на какую-нибудь другую. Не в том плане, что и бросить, и как бы пинка под зад, и другого найти. Просто найти способ получать энергию. Если вы истощились друг на друге, надо наполняться. И есть правила для этого. Вот взяли всю семью, пошли в храм. Наполнились – легче жить стало. Пригласили друзей, пошли в парк. Погуляли, побегали – легче стало жить. Но если работа дом-телевизор, тогда считайте дни совместной жизни. Максимум 7-8 лет. И тю-тю. Истощение. Всё. Человек не хочет с вами жить. Нет счастья, он говорит. У нас нет счастья вместе. Как мы будем жить? Он меня трогает, а счастья нет. Чего с ним жить? Итак, мы с вами изучаем тему любви. Мы пытаемся понять, что это за энергия. Любовь вообще – это бескорыстная, чистая энергия. И когда человек забыл про себя и служит другому человеку, сам пожертвованная такая, в его сердце может бесконечно крутиться энергия любви. И он всегда будет счастлив в этих отношениях. Но для этого надо правильно настроиться. Понимаете, наша психика всегда переключается на себя. Мы всё время хотим себе чего-то. Мы корыстные. Поэтому любовь гаснет. Причём интересно знать, что когда любовь помещается внутри корысти, то есть такой феномен перетягивания любви. И это очень опасный феномен на самом деле, потому что человек может вообще одним остаться. Вот, допустим, я хочу любви. У меня есть возможность. Мне нравится человек, с которым я живу. Я начинаю верить не в Бога, то есть наполняться не Богом, чистой вот этой любовью, а хочу наполняться от этого человека. Я начинаю путать Бога с человеком. То есть есть основания, потому что я же увидел чистое и светлое, а Бог мне дал вот эту возможность, это увидение. Что такое влюблённость? Бог открывает в человеке божественное для тебя. Ты смотришь, вау! Видишь чистоту, красоту, светлое, что ты чистое видишь. Это Бог так сделал. У каждого человека есть чистое и светлое. Но это ему не принадлежит, это Богу принадлежит. И Бог открывает в ком-то. Так бы ты у всех увидел сразу, обалдел. А ты увидел только в ком-то. Почему? Потому что Бог решил, что ты с ним будешь мучиться. Поэтому ты у него и увидел. Твоя судьба означает. Не то, что я нашёл себе человека. Вот шёл, шёл, нашёл. Бог тебе открыл. Всё. Теперь вы скажете, ну бывает же безответная любовь. Любовь означает всегда связь двух сердец. Но если человек путает человека с Богом, он так... И всё, ослеп, он больше ничего не видит вокруг, только этого человека. Всё. Это значит, это называется безответная любовь. Все люди стремятся к этому. Думают, ой, что-то в этом человеке я не вижу вот такого. Хочу искать другого. Мне нужен другой, в котором я вот растворюсь. Как бы я буду вот бесконечно его любить, этого человека. Это Бога надо бесконечно любить. А человека надо чувствовать счастье в нему отношения, заботиться. Понимаете? Когда тебе любовь, вера разрушает отношения, потому что ты перетягиваешь любовь на себя. Поднимите руку, кого было такое в жизни, что вас так сильно полюбили, что вы не смогли с этим человеком находиться рядом. Невозможно, невыносимо просто. Вот вы... Ну то есть этот человек перекинул одеяло на себя. Мне одна родственница говорит, Олег, слушай. Такая ситуация, классный парень, вообще хороший человек, не пьет, не курит, вообще интеллектуальный. Какого я ждала в жизни. Он так сильно меня влюбился, я с ним не могу. Он себя теряет. Он становится как тряпка. Он вообще просто... Он не может без меня шагов шагнуть. Постоянно думает обо мне. Мне уже... Мне тошнит уже, я не могу. Я говорю, ну держись на дистанции, подай человеку время. Я с ним начал общаться, говорю, слушай, ну отвлекись от нее. Ну думай о каком-то другом, о Боге там, о друзьях. Ну чем-то займись, как бы. Отвлекись от человека, ты теряешь человека, потому что ты очень сильно к нему привязался. Вытягиваешь из него энергию любви. Тянешь одеяло на себя. Вот, допустим, представьте, вы играли вместе, он может говорить, я тебя очень люблю. Потом мы спать начали, он раз, одеяло на себя. Ты без одеяла, что это за любовь? Ты себе одеяло. Он мне отдаешь? Не хочу такой любви, мне хокно. Вот так примерно это происходит. Люди вроде полюбили друг друга, потом раз, один так сильно влюбился, что другому ничего не осталось. Потому что корыстно. Если бескорыстная была энергия, если бы ты бескорыстно влюбился, ты бы не думал, я себе хочу эту девушку. Просто пускай она будет счастлива, с кем угодно. Я хочу, чтобы она была счастлива. Но видите, даже как бы и думать об этом смешно, правда? Мы корыстно любим. Здесь надо поэтому быть внимательным. Что с тобой происходит? Если ты теряешь себя в отношениях, значит, ты потеряешь человека скоро. Каковы признаки такой потери человека? Я упоминаю, умираю признаки. Это значит, что ты никогда тебе человек не достанешь. Ты перепутывал его с Богом. Это называется любовь к вере. Многие люди вообще так хотят любить. Вот они по-другому вообще не согласны. Это значит, что дальше только одиночество светит этому человеку. Больше ничего. Особенно, если женщина не знает, как вообще строятся отношения. Женщине, ну, должно знать законы любви. Если ты хочешь замуж, а все женщины хотят именно замуж, кроме глупых женщин. Если ты хочешь вот именно замуж, тогда ты не влюбляйся первой. Потому что если ты первый влюбился, ему ты уже не нужна. Или девушка ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, мы вроде знакомься, со мной быстро знакомиться, но потом все меня бросают. Почему бросают? Потому что ты влюбилась. Влюбилась, значит, теряешь себя, все такая, бледная стала, несчастная. Все кому-то такая нужна. Все нужны мягкие, пушистые собачки. Никому не нужны скользкие, вонючие. Влюбилась, потеряла себя, значит, все, ему ты не нужна. Или в постели он тебя затащил быстро, понаслаждался тобой, все уже, ему уже не нужно. Все. Он готов с тобой встречаться, но замуж брать не будет. Почему? Потому что ты один вариант влюбл, трюхала с него раньше времени. Второй вариант позволила собой наслаждаться раньше времени. Все. То есть замуж что выходит? Девушки какие сильные духом, терпеливые. Как это выглядит примерно? Ну, примерно вот так вот. Так надо относиться, чтобы замуж быть. Когда это поймешь? А поймешь, когда говорит, все, замуж. Ну, отлично, давай, говори, когда. Ну, то есть, понимаете, надо иметь достоинство женское. Не надо, все, увидела, что на тебя посмотрела, и все сразу влюбилась. Ну, и все, и тогда одна будешь. То есть нужна опять самодостаточность. Откуда берет самодостаточность? От природы, от подружек, от Бога. Если наполнены подружками, какая девушка становится? Красивая. Одна девушка меня спросила, Геннадьевич, ну, давайте вот, хватит теории, давайте конкретно на пальцах. Как мне привлечь мужчину? Я говорю, на пальцах вот так. То есть, вот точно так же, как человек-штангист, он качает мышцы, да, точно так же ты должна нам накачать мышцы красоты, чтобы взбить его с ног. Как их накачать? Я говорю, для этого надо понять, что женщина накачивается энергией красоты не от того, что она красится там уже, как папуа становится, вот. А от того, что она заботится о людях. Вот если она всем служит, заботится, она забыла, просто не сидит, печатает, там, во-принципе. Она начала что-то делать, заботиться, всех любить. Это же заставить себя надо. Почему обо мне не заботиться? Я хочу, чтобы обо мне заботиться. Вот это весь прикол. Пока хочешь, чтобы те заботились, будешь одна. Хочешь, чтобы замуж, обо всех заботиться. Когда девушка обо всех заботится, она становится такая окруженная счастливыми девушками. Все, она становится красивой. Смотрите, вечера на кутере близ диканьки. Классика жанра, как надо девушки себя вести, чтобы мужчина взял замуж. Надо быть окруженной подружками, чувствовать их силы, радоваться. Тогда, видишь, парня, надо вот так руки делать. Это что? Слабо? Слабо? Вот, черевички мне добудешь, пойду за тебя дам уж. Убежала. Хи-хи, вот так надо себя вести. И тогда он такой потеет, так краснеет, бледнеет. Вот. Он начинает сражаться, добывать черевички. Грохает змей Горыныча там, ну, что-то делает, короче. Для того, чтобы добиться. Понимаете, а если сразу, ура, на меня посмотрели, тогда ничего не будет. Это значит, что девушка не самодостаточная, не наполненная. В нее нет силы. Самодостаточная, вот посмотрели на тебя, ничего. Как бы, тебе нормально, ты чувствуешь себя связливо. Скажешь, Олег Геннадьевич, ну, это невозможно же. Если на тебя посмотрели, как это нормально, будешь думать об этом. Значит, ты не самодостаточная, не наполненная, слабая. Еще надо мозги иметь тоже. Потому что девушки, в основном, думают, если он на меня посмотрел, как бы влюбился, ну, когда парень влюбляется, он какой уже становится? Немножечко немножко скользкий и вонючий, правда? Такой теряет себя, какой. Такой мне не нужен. А кто тебе нужен тогда? Давайте посмотрим, кто тебе не нужен. Я московский оздорной гуляка, Невского тверстого колодку, В переулке каждая собака Знает мою легкую походку. То есть тебе какой нужен? Тебе нужен крутой, да? Который пальцы верим, он нежно, ласково говорит, от тебя не зависит. Это значит, что он от тебя хочет только секса и все. Потому что если настоящий мужчина, который действительно хочет жениться, он влюбится, это значит, что он чуть-чуть потеряет себя. Но ты смотри, если ты не дура, вынь золото из глядь, да помой. Вот. Смотри на него, если он как бы чуть потерял себя, изучай, что за человек, что за фрукт. Посмотрел, хороший человек, там все уважают, все. Не волнуйся, скоро он придет в себя. Он тебе вечно влюбляться не будет. Он скоро станет крепким, красивым. Но твой уже, понимаете, не чужой. Не майки, на твой. То есть надо еще разум иметь. Смотреть, изучать, как все происходит. Девушки, если в меня влюбился, она смотрит, что ты слабенький. Мне надо сильного. Кто такой сильный, еще раз повторяю. Это парень, который хочет просто секса. И у него есть знание, как девушек крутить мозги. Читайте Евгения Онегина. То есть он скрутил мозги провинциалки, да? Потом она стала самодостаточной, да? И сам в нее встрюхался. Она ему на три страницы письмо написала, он ей на пять. Потом в ответ. И она говорит, я другому отдана, мужик. И навек ему верна. Уже поздно. Поезд ушел. Я как бы чувствую от тебя влюбленность вот эту. Но это для меня не главное. Потому что верность, настоящая, чистая любовь. Главное. И я говорю, многих людей после Евгения Онеги на осадочек остаются. А почему бы вот в жизни не так, чтобы в кого влюбился, за того и замуж? Потому что влюбленность – это не любовь. Любовь означает верность, чистота. И может с генералом вот этим, который как бы тебя любит, заботится, больше будет счастья, если ты ему верна, чем с тем человеком, который тебя соблазнил. Потому что, видите, вот это чувство. Оно очень опасное. Можно всю жизнь об этом продумать. А на самом деле у него к тебе в сердце ничего не было. Вот посмотрите, девушкам какие парни нравятся. Нравятся независимые такие, ласковые, нежные и такие самодостаточные. Но это просто ловелазы, понимаете? Или, допустим, девушке парням какие нравятся. Такая счастливая, самодостаточная. Типа, пошел вон. Да никогда она с тебя замуж не выйдет. Видите, мы сами не хотим создавать семью. И когда уже, как бы, все, я не могу, за кого угодно буду выходить, одиночество замучило меня. Тоже не вариант. Видите, надо изучать, как правильно строить отношения. Поэтому в древней культуре девушке парень нравится, родители изучают, кто такая, кто такой. Посмотрели совместимость. Видите, что хороший человек. Начали знакомиться. Нет вот этого. Вот когда вот так, тогда знакомимся. Нет. Просто нравится и все. Хороший человек означает совместимость. Означает, будет хорошая семья. А если втрюхалась, любовь вера возникла, значит, ничего не будет. Вы думаете, Олег Геннадьевич, бывает же исключение. Не бывает. По-любовь на себя перетянули, у него ничего не осталось. Вот представьте, я очень сильно хочу, чтобы вы меня слушали. У меня к вам вот такое чувство, как влюбленность, да? Такое. Да вы через пять минут уйдете из зала вообще. Посмотрите, я читаю лекцию. Здравствуйте. Я так рада вас видеть. Вам нравится моя лекция? Все разбежались. Не работает система. Нужно быть самодостаточным, чтобы люди были счастливы. Если ты не самодостаточный, то счастлив не будет. Есть законы, понимаете? Я этой девушке говорю, ты сначала научись заботиться о всех, всем служить. Она говорит, когда я пойму, что парни на меня смотрят. Когда я пойму, что я смогу познакомиться. То есть в тот момент, когда ты почувствуешь, что тебе уже не так сильно замуж нужно, тебе и одно, и так хорошо. В этот момент на тебя начнут смотреть. Ты, значит, сильнее уже вот этой мужской энергии. Ты стала сильнее, значит, они стали слабее. Таков закон. В этом мире все соревнуются. Идет борьба. То же самое в любви. Понимаете, девушка достигла силы внутренней. Она всех любит, о всех заботится. Она стала сильной. И парни теряют в себя. Выстроились в очередь. Она выбирает уже, кто им нравится больше. Вот так это работает. Стань сильной, как женщина. И штангу не надо поднимать, надо заботиться о всех. Сила от этого возникает. Поднимите руки, девушки, одиноки, которые начали заботиться во всех, всем желать счастья, всех любить. И у вас появилось чувство, что вам уже не так сильно замуж хочется. Все, вот все, кто подняли руки, четко вижу, что вы скоро выйдете замуж. Сто процентов. Не, я серьезно говорю, я не шучу. Это так работает? Это, допустим, студент, ну, как бы, друг, два друга студента, ну, как бы, поступают в институт, абитулент. Встречаются, один говорит, я все выручу, чувствую себя очень хорошо. Значит, поступай. Другой говорит, что-то я волнуюсь. Значит, не поступай. Понимаете, да? Вот здесь сердце все знает. Ты, как бы, уже чувствуешь себя и так хорошо, значит, ты все экзамены сдала. Скоро замуж. Муж, это Бог не жмот, понимаете? Он, как бы, просто ждет, когда вы станете нормальной женщиной. По факту, какая женщина или девушка должна выйти замуж? Та, которая любит людей. Потому что цель замужества какая? И Бог ей должен человека дать, понимаете? В ее распоряжении. Если она людей не любит, то зачем ей человека давать? Вот и все. Все очень логично и просто. Поэтому полюбила людей, выходи замужем. У женщины есть два типа красоты. Первая красота, это которая привлекает мужчины, хоть и они хотят секса, наслаждаться ее телом. Это внешняя красота. Для этого шейпинг нужен. Краситься, улыбаться, быть соблазнительной. Нужна внешняя красота женщины? Ну, знаю, начну заметить. Мужики дураки. Они внутреннюю красоту не видят вообще. Они тупые. Хи-хи. Одна девушка ко мне подходит, прям была бы идеальной вообще женой. Просто идеальной. Говорит, Аликина, я не могу выйти замуж, но меня никто не смотрит. Почему у нее внутренней красоты много? Внешней нет. Все. И она не знает. Она все вроде делает и красится, но никто не смотрит. Что делать? Я говорю, у тебя только один выход. Это когда тебя познакомят с таким же, как ты. Очень хорошим человеком, но внешне не видно. Внутренний хороший, внешне не видно. Парни тоже так же бывают. У него внутренний, он может быть отличным мужем, но не видно. Внешне он не крутой такой, как внешняя. Это внешняя красота мужская, надо говорить. Понимаете? Бум, классно. А внутренний красота – это ответственность мужчины. Девушки не видят этого вообще, не тупят. Внешняя нужна, пальцы веером должны быть. Понимаете, мы глупые, мы не видим глубины. Мы видим поверхность. Поэтому если парень внутренний красивый, внешний как бы не видный, девушка внутренний красивая, внешний не видный, их просто познакомили друг с другом, и все. И потом вот такая семья будет. Поэтому есть такой метод создавать семьи, это знакомить людей. Есть такой метод. Если человек как бы не может привлечь внешней красотой, но бывают проблемы, понимаете? Когда девушка очень красивая внешне, она с собой не работает. И к ней куча народ привлекается, а замуж никто не хочет брать. Видите, не родись красивой, а родись счастливой. Ну, то есть внешней красоты недостаточно. Парни бывают очень крутые, видят там, девушек соблазняют. Но замуж никто не идет, потому что внутренней у нее ответственности нет. Внутренняя красота мужчины – это ответственность. А внутренняя красота женщины – это что? Заботливость. Желание, заботиться обо всех – это красота человека. Внутренняя красота мужчины и женщины создает семью. Вы говорите, вот у меня парень, мы с парнем познакомились, мы с ним три года общаемся, замуж не зовет. Почему? Вроде бы любим друг друга. Потому что он не созрел, как мужчина, не имеет ответственности. Он боится трудностей. Не созрел, как мужчина. Потому что что происходит с мужчиной в семье? Что происходит? В лесу родилась елочка. Елочка. Понимаете, что такое елочка? Мы ее взяли, срубили. На нее навешали игрушечек, да? И она стоит нарядная. И много радости детишкам принесла. Так вот, кто такой мужчина в семейной жизни? Это елочка. Сначала первая игрушка вешается, жена. Висит на нем. Она ему даже показывает, она какого. Висит на нем. Мне так нравится. Она повисла, говорит, мне так нравится. Он говорит, ладно, хорошо. Раз нравится, нормально. Он еще ничего не знает о том, что будет дальше. Он не знает, что если жена повисла, у нее собачка есть, которую она любит. Она без собачки с тебя не выйдет. Ей собачку придется тоже вешать. Вторая игрушка. Теща третья игрушка. Она сама придет, не волнуйся. Ее звать не надо. Она тебе будет сама выносить мозги. Говорит, а моя дочь, понятная, моя. Все, ладно, хорошо. Но остальные игрушки вылазят из жены уже. Она раз в одну, оп, две, оп, три, оп, четыре. И все висят на тебе, мой хороший. Что такое ответственность у мужчины? Это способность игрушки держать на себе. Это ответственность. И женщина, если чувствует, что он такой крепкий, то она хочет за него замуж. А если она с ним общается и чувствует, что пробует повиснуть, что-то не получается. Замуж не хочет за него выпить. Так, женщина? Да. Или вы согласны? Поднимите руку, кто согласен, если безответственный и замуж. Поднимите руку, кто согласен? Никто не согласен. Это вес рук. Теперь хорошо, мужчины. Вот жена незаботливая, не хочет заботиться, ласково себя вести. Кто согласен замуж, дай, поднимите руку. Тоже вес рук, видите, ни одного человека. Я об этом и говорю, что такое красота человека внутренней. Вот развивает себе. Женщина, она чего хочет? Она хочет, чтобы о ней заботились. Она сначала хочет, чтобы о ней заботились. А надо что сделать? Научиться о других заботиться. Вот и все. Вот называется развитие женщины. Мужчина что хочет? Он хочет, чтобы у него все и так, все было. Вот он, допустим, говорит, да что ты не могу найти себе работу, а какую ты хочешь работу? Да очень просто, Олег Геннадьевич, чтобы мало работать и много денег было. Да нет такой работы, мой хороший. Хочешь много денег, поши или как бы останешься, бери на себя ответственность какую-то перед людьми. Тогда будет много денег. Видите, мы сначала в иллюзии находимся в этом проблему. Итак, есть патовые ситуации. Вот что такое плохая семейная карма? Что такое тяжело, когда выйти замуж? Что это вообще за феномен? Это феномен имеет несколько вариантов. Ну, про женщину, допустим, да? Первый вариант. Сильно хочу семью. Непреодолимо сильно. Это значит, что дальше будет. Сильно влюбляюсь, сильно униженной становлюсь в отношении. Сильно себя теряю, быстро-быстро прыгаю в постель. Все, шансов нет. Остаться вместе с человеком. Нет просто шансов. Будешь одна, пока не победишь в себе это желание. То есть, другими словами, если ты сильно ходишь замуж, спишь и видишь постоянно, никто не задерживается, никто не встречается, значит, тебе надо победить это желание, стать самодостаточной, иначе ты замуж не выйдешь. Второй вариант. Девушка видит, на нее никто не смотрит. Она старается там, красится там, улыбается, никто не смотрит. Это значит, что у нее внешняя привлекательность слабая. Нужно развивать в себе заботливость, развить в себе основное, главное, чтобы ты стала счастливой, самодостаточной, с подружкой, в отношениях со всеми. И тогда просто ищи, кто тебя познакомит. И ты сразу выйдешь замуж. Стала самодостаточной, счастливой, все, выйдешь замуж. Первый вариант. Нужно победить себе желание, тоже служа людям, заботиться обо всем, успокоиться, успокоить свое сердце. Третий вариант. Почему он не может выйти замуж? Потому что быстро теряет себя в отношении. Как это выглядит? Девушка встретилась и начала со всей силы заботиться о нем, стараться. А он, как бы, типа, ну давай, да, хорошо. И он, так, да, перед ним уже такая униженная. Потеряла себя. Он говорит, Олег Геннадьевич, я все по лекциям делаю, так стараюсь, я забочусь, я служу. Почему от меня уходят мужики? А потому что ты теряешь себя. Надо сначала быть королевой. Ты не знаешь, не заботишься. Но если ты заботишься, ты так делаешь, что ты не прыгаешь на задних лапках. Ты королева, ты самодостаточная. Тогда привлекает это все. А если ты потеряла себя, стала униженной, чувство собственного достоинства уходит вниз, человек становится некрасивым. Нет, красота не соединяется с человеком. Ты можешь быть красивой где-то там внутри, но это не видно никому. Потому что ты потеряла себя, унизилась в отношении, станет самодостаточной, сильной. Не привязывайся к человеку. Самая вопатовая ситуация, это когда человек путает человека с Богом. Он именно хочет поверить в человека. Он ищет себе веру. Если ты так расстроена, вообще одна останешься. Никогда не выйдешь замуж. Почему? Потому что надо верить в Бога. Когда ты веришь в Бога, ты от Бога берешь силу, отдаешь учить человеку. Сильную позицию в жизни сохранишься. Зависимость полную, такую безропотность не впадаешь. вот смотрите, вот это мышление. Чистое, светлое мышление, но должно быть направлено на Бога, а не на человека. Это хорошее мышление, но на Бога. Если на человека ты применила его, останешься одна. Кто рассвет приносит? Бог. Солнце, луч, кто приносит? Бог. Ты перепутала человека с Богом. Ты увидела в нем божественное, подумала, что это Бог. Останешься одна. Потому что если ты так любилась, ты любовь на себя перетянула, ему ничего не останется. Ему с тобой не будет интереса. Иногда человек остается один, потому что он упрямится. Он, во-первых, перепутал человека с Богом, а во-вторых, потеряв его, он начинает упрямо желать этого человека себе назад. Может пройти 10 лет, и он будет один. Он может даже жениться или выйти замуж, и все равно будет чувствовать себя одиноким, потому что он постоянно будет вспоминать этого человека. Почему он вспоминает? Это упрямство. Он путает его с Богом. Понимаете? Он говорит, я хочу вот этого человека, и все. Ну, успокойся. Все люди в этом мире расстаются рано или поздно. Это смерть может людей разлучить. Мы же не бесконечные, не вечные, но мы вечные, как души. Но тела меняем постоянно. Поэтому это разлука неизбежна. Почему же тогда Бог так сделал? Представьте, я сильно любил человека, кто вот, допустим, бесконечно его любил. Это хорошо или плохо вообще? Вот многие из вас, несмотря на мою лекцию, вам кажется, нет Олег Геннадьевич, это хорошо. Любить бесконечно человека, это хорошо. Хорошо, тогда приведу вам пример длиной в несколько жизней. Вы сильно любили человека в этой жизни, у вас все было классно, просто теорию разбирают. Я такие примеры знаю. Все классно у вас в жизни, все хорошо, все отлично. Допустим, даже, как бы, вы уходите из жизни первой, а не он. Если он уходит, это жесть вообще. Больше в жизни нормальной не будет. Вы не найдете себе такого же человека. Просто невозможно. Вы будете привязаны к этому. Он уходит первый, допустим, вы уходите первый из жизни. Дальше вы рождаете в следующей жизни. Что у вас в сердце? Ничего не поменялось? Вы хотите только этого человека. А это уже невозможно. И всю жизнь вы живете одна и мучаетесь, потому что у вас внутри картинка есть, за кого вы хотите замуж. Но это невозможно, понимаете? Не всегда же Бог вам подарки дарит. Ну, подарил один раз, хватит. Поэтому и Бог сделал такую систему, в которой это все ограничивается. Такое чистое, светлое отношение, бесконечное, в которых нет как бы никакого проблем никаких. Это опасно для человека. Он путает человека с Богом, потом он будет думать, и человек все время не будет счастлив. Один останется вообще. Вот представьте, вы сильно как бы были привязаны к человеку, он ушел из жизни. Или от вас ушел. Дальше что вам светит? Два варианта. Или вы все-таки принимаете понимание, что Бога надо верить, а не в человека. Или останетесь одна или один. Нет других вариантов. Или даже выйти замуж или женитесь, все равно не будет счастья. Потому что вы будете вспоминать то, что вы вспоминали. И это будет бесконечно, пока вы не поменяете свою веру. Любовь, вера должна быть направлена только к Богу. К человеку она относится по-доброму, ласково. Но не надо считать его целью своей жизни. Не надо думать, что без него вы не можете быть счастливы. Вы можете быть счастливы. Выполняйте свои обязанности. Будьте верны по отношению к человеку. Живите с ним всю жизнь. Но не надо думать, без него все, я не могу. Это неправильное мышление просто. Оно разрушает. И человек так сказал, что сам не поверил. Понимаете? Потому что это все просто иллюзия. Вот это все чувства надо направлять к Богу. Понимаете? Но если ты направил к человеку такие чувства, то, во-первых, ты не сможешь даже создать отношения. Если отношения уже закончились, ты новые не создашь. А если ты влюбился еще в отношениях только состоятся, то этот человек не будет твоим. Нужно быть самодостаточным, чтобы человек тебя полюбил. Нужно ему что-то давать, а не с него тянуть. Одеяло нельзя перетягивать на себя. Все, влюбился, как бы эти одеяло перетянул, и думаешь, что у тебя что-то получится с этим человеком. Нет, ничего подобного. Давайте посмотрим, как это происходит. Видите, мужчине не нужна верная, не нужна светлая. Им нужна красивая и смелая. Все, встаньте красивой и смелой, встаньте мягкой и пушистой. И все, и тогда будет с вами человек. Это рецепт. Как стать самодостаточной? Не зависть от мужчин. В этом экзамен женщины. Перестань зависть от мужчин, перестань думать постоянно, перестань унижаться перед ними в своем сознании. Встань самодостаточной, любви людей, заботиться обо всех, стань сильной в отношениях. Пойми, зачем ты родилась на этот свет. Ты родилась для любви, а не для того, чтобы унижаться перед мужиками. Желаю всем счастья, заботиться обо всех, стань самодостаточной, радостной. Все будут на тебя смотреть, ты будешь красивой тогда. Красивая означает наполненная. Не пустая, а наполненная. Красивая и смелая. Вот что значит смелая девушка? Как определить смелая? Она там бежит или что? Что значит смелая? Как определить? С мужем на край земли. Нет, это не то. Это она останется. Верность не означает зависимость. Верность это ты просто не хочешь бросать человека. Если ты зависима от мужа, он будет тебя терять. Итак, что значит смелая девушка? Знать себе цену и тоже ближе. Уверенная в себе. Вот отлично. Мне нравится. Так вот знайте, что те девушки, которые хотят стать уверенными в себе, у них ничего не получится. Потому что это все проделки современной психологии. Она не понимает, как работает чувство собственного достоинства. Понимаете, вот есть девушки, которые уверены в себе. Ну, то есть они кидают понты. То есть они ходят такие. Понимаете, уверена в себе. Это называется самоуверенность. Как вы думаете, мужчинам нравится? Только дуракам. Вот если он такой же тупой, он такую себе найдет. Что же такое чувство собственного достоинства? Почему она уверена в себе? Как это выглядит на самом деле? А некоторые еще не так, а просто открывают все тело и ходят и показаны. Сейчас, смотри, видишь, круто как. Это еще хуже. Это чувство собственного достоинства невежества у женщины. Это значит, что она вообще будет только тех привлекать, кто хочет секса. И вообще никакой семьи никогда не будет вообще. Тело открыло, забудь о семье. Все. Хорошо. Что же такое уверенность в себе? Смелая, что значит, девушка? Смелая. Смелая. Откуда берет смелость? Откуда? От Бога. Это значит, что девушка, которая ведет себя правильно с людьми, с людьми, всем желает счастья, обо всех заботится. В какой-то момент жизни Бог радуется ей. Чувствует, что молодец, хорошая девушка. То есть у нас есть, есть душа, есть Бог сзади. Чувство собственного достоинства идет от Него. Он наполняет девушку какой силой? Силой, что я правильно живу, я хорошая. Но она так о себе не думает, просто она это чувствует. И в данном чувстве, ей, допустим, кто-то скажет, ты плохая. Ей все равно, потому что она знает, что это неправда. Вот это называется чувство собственного достоинства правильного. Человек не рисуется, она не рисуется, она не показывает вот это все, понимаете? Тело не открывает. Она просто чувствует себя очень сильно по отношению к людям, потому что она нашла себя в отношениях с людьми. Она всех слушает, о всех заботится, она радостная. Все, и она становится сильной в отношениях с мужчиной. Он на нее смотрит, она такая, раз, ну и пошла. Почему? Потому что если она слабая, то она посмотрела и потеряла все равно. Он на нее посмотрел. Все. А если она сильная, она не потерялась. Потому что Бог ей сказал ее цену. Он сказал, ты стоишь очень большого. Ты как бы такая счастливая, самодостаточная, ты много стоишь. И он посмотрел, говорит, я много стою. Покупай, плати цену, дальше посмотрим. Но это искусственно не сделать. Для этого надо стать таким человеком. Хоть ты выпендривайся, хоть не выпендривайся, хоть одевайся там красиво, хоть не одевайся вообще. Ничего не поможет. Не одеваешься вообще, притянешь ублюдка, который будет только твое тело, которому нужно. Больше ничего тебе не нужно. Если из себя фифу делаешь, значит фифу найдешь. Человека, который просто внешне видит и все, внутри тебе это ему не нужно. И он тоже внешне весит. Внутри ему ничего не надо. Гражданский брак результат. Ответственности нет в отношении. А если ты правильно живешь, как женщина, почувствовала себя самодостаточной, сильной, тогда найдешь себе хорошего человека. Почему? Потому что только хорошие люди видят это. Все остальные не понимают. Все. Ты сделала естественный порт, выбрала себе, кто на тебя будет смотреть самых лучших. Потому что ты стала самой лучшей. Так устроено все в этом мире. любовь. И так мы с вами изучаем любовь. Мы говорим о том, как действует эта энергия. Мы говорим о том, что влюбленность и любовь это разные вещи. Что сначала в отношениях появляется влюбленность, и это хорошо. Это нормально. Значит, между вами есть гармония. Но не надо думать, что так продлится всю жизнь. Приходит время, и ты не чувствуешь наслаждения, находясь с этим человеком. Отношения становятся спокойными. Это не значит, что надо ему сказать Бу-дба-ма-ла, Бу-дба-ла-ла. Не надо этого делать. Это глупо. Надо понять, что есть любовь еще кроме влюбленности. Как она действует? Ты служил человеку. Когда ты служишь человеку, Бог в благодарности за это что дает тебе? видение в нем чистоты. Вот, допустим, одна девушка мне подошла, говорит, я вот с Божем живу, ничего-то не вижу в нем ничего хорошего. Я говорю, а ты о нем заботишься вообще, не служишь, что ты не очень. Поэтому не видишь ничего хорошего. Потому что, когда ты послужил человеку, он благодарен стал, спасибо тебе. И в это время ты увидела в нем душу. Но когда ты что-то сделал для человека хорошее, ты увидела в нем хорошее. Делаешь плохое, видишь плохое. Если ты хочешь полюбить человека и не влюбленность от него испытывать, а полюбить, тогда служи о нем бескорыстно. Потому что у женщины есть способность заботиться, но способность без заботиться бескорыстно для нее трудно. И надо к этому прийти. Вот женщина, она заботиться умеет, но у ней в заботе находится много корысти. Один мужчина мне говорит, Олег Динач, а я сам себе готовлю, хотя жена предлагает. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что это очень дорого стоит. Я заплатить, говорит, цену не могу. Я потом должен весь день перед ней прыгать на задних лапах. Просто потому, что она один раз приготовила. Я говорю, не могу заплатить цену. Поняли, да? Она готова служить. Вопрос, какие последствия? Мужчина служить не готов. Мужчине трудно заботиться, это не его природа. Ему трудно заботиться, но он готов что-то отдать. Вот он служить не готов, а отдать готов. Женщина отдать что-то готова к учению? Нет. Если честно. Служить готово, отдавать не готово. Поэтому, смотрите, есть такое понятие деньги, да? А есть забота такое понятие. И вот, когда мужчина хочет у жены деньги взять, это жесть. Она ему никогда этого не забудет. ну, то есть, она заработала, он подходит и говорит, давай твои деньги на меня и страдим. и она дура вдруг согласилась. Проходит 30 лет совместно это как бы 25 лет серебряные свадьбы. то есть, 25 лет прошло и она говорит ему, все вроде хорошо в жизни было, но вот одна вещь не могу забыть. Ты на себя мои деньги взял. 25 лет уже прошло, все равно не могу забыть. Да, женщина, чувствуете? Но когда муж отдает деньги, он сразу же об этом забывает. Ведь мужчина, он может отдавать деньги. Что тебе подарит человек мой дорогой? Он может дарить. Да? но заботиться не может. Допустим, муж говорит, иди помой пол. такой ему тяжело заботиться. Мужчине тяжело заботиться. Ну природа такая. Я даже пробовал жене служить. Она говорит, порежь огурцы на салат. Вроде бы себе режу на салат. Режу, режу. Она подходит, режу, все нормально вроде бы. Она подходит, говорит, тоньше режу. И вот здесь произошла засада. Я начал потеть, потому что я не могу тоньше резать. Я чувствую, не так работаю, что тоньше режу. Я потел этот огурец резал. Честно говорю. А женщине хватает. Худенько все классно. Чувство по-другому работает. Ей легко служить. Или допустим, я полы мою, она говорит, не мой по прямой линии, огибай ножки у дивана. Но я не могу их огибать. Я могу только по прямой линии. Потому я не женщина. мужчине тяжело служить. аскез для него. Деньги отдавать легко. Отдал, забыл. Сказали Геннадьевич, не факт. Это уже другой вопрос. Женщина тоже когда служит, не факт, что она потом об этом забыла. Я говорю сейчас о том, что легко, но не говорю о том, как у нас получается. То есть мужчина должен деньги отдавать, бескорыстно стараться жене. Она будет сильно благодарна в жизни. А женщина должна заботиться, стараться бескорыстно. И тогда наступит гармония. Это не значит, что человека надо занимать не по его природе. И вот когда мой муж будет все время убирать, мыть, готовить, и что тогда? Ну просто сдохнет. Потому что это не его природа. Он будет в аскезе все время жить. Поэтому не надо от него этого ждать. Ждеть от него, чтобы он заботился, ну то есть приносил деньги, чтобы он ответственным был. Сказал, сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Ну примерно так. А заботиться сама. Сама вкладывай в эту силу, потому что Бог тебя такой создал. Видите, есть такое понятие обязанности человека. И любовь, она живет в обязанности. Любовь, не влюбленность, а любовь. Потому что когда человек влюблен, он делает обязанности легко. Женщина заботится, если она влюблена легко. Но ты попробуй заботиться, когда влюбленность уже закончилась. Вот это называется обязанности уже. Когда обязанности человек выполняет перед близким человеком, наступает что? Чувство светлое, чистое, чистые качества человека начинают орошать твое сердце. Ты чувствуешь в нем хорошего человека. И это уже называется любовь. Первая капелька любви называется принятие. Ты говоришь, я согласна жить с этим человеком всю жизнь. Я приняла его. Поднимите руку, кого так произошло. Все это первая капля любви. Уже по крайней мере вы не ругаетесь. Домой идете уже отдыхать, а не убиваться. Не ругаться, отдыхать идете домой. Первая капля любви. Ты начинаешь видеть чистоту в человеке, много хорошего. И забываешь о всех недостатках. Вторая капля любви называется уважение. Запомните, первая капля любви называется принятие, вторая уважение. И третья капля любви это когда ты думаешь, да не нужен мне вообще никакой другой человек. Вот реально всем нужен другой человек. Всем нужен другой человек. Но Но если ты уже думаешь, мне другой не нужен, мне этот хорошо, это называется верность. Верность бывает как аскеза, это хорошо всегда быть верным. Но я говорю сейчас не как аскеза верность, а как чувство. Но тебе просто никто другой не нужен. Это называется уже очень глубокая любовь. Ты находишься рядом с человеком, ты испытываешь хорошее чувство, счастье жить с этим человеком. Понимаете? Но до этого надо дойти, потому что люди-то в основном хотят наслаждаться друг с другом. В этом проблема. Итак, мы с вами немножко разобрались во всем этом, что такое любовь. Мы изучили, что это энергия, которая приносит счастье человеку. Это самое лучшее, что нужно нам. Мы повсегда хотим любви, мы не можем жить без любви. И так далее. Все это потому, что душа или я, то есть я душа, мы вечные, я не тело, я душа. Она хочет взаимности, хочет этого обмена, чистого света. И это и есть любовь. Но проблема заключается в том, что мы эксплуатируем эту любовь. И поэтому мы мучаемся, страдаем в этих отношениях. Мы недостойны любви по факту. Человек становится достойным, если он становится бескорыстным, означает наполненный Богом. Невозможно быть бескорыстным, если ты не наполнен, потому что ты истощаешься. Тебе нужна благодарность. Ты отдал, нужно получить, правда? Но если ты наполняешься от Бога, ты отдаешь, и как бы, да, все нормально. Тебе не надо взамен ничего. Самодостаточность является гарантом того, что у тебя будет хорошее отношение. С каким человеком? С таким же, как ты, эгоистичным. Наполнись от Бога, и это значит, что ты сможешь дальше жить, человек. Не ругаться, не злиться о жизни. Без счастья все равно жить невозможно.